Продолжаем наш эфир на Босс ТВ. Сегодня говорим о рекорде Украины на одновременный массаж, который будет происходить в Киеве 27 числа. Вот начали мы о том, что такое мероприятие первое прецедентное в Украине и в странах СНГ. Что с массажными рекордами в мире-то творится? Кроме Таиланда, мы выяснили, что в Таиланде есть 702 человека. Гиннес что-то говорит по этому поводу или нет? Вообще Гиннес, как-то странно он молчит по этому поводу. Если мы сейчас зайдем и будем листать в интернете по поводу того, что находить какие-либо рекорды по массажу, то мы найдем именно больше в Таиланде. Там был установлен этот мировой рекорд. Почему-то мировой, почему-то не Гиннеса. Но я думаю, что наши сотрудники рекордов Украины, они все-таки прошустрят, может быть увидят и может мы даже и Гиннеса возьмем. То есть это все будет зависеть от сколько человек придет, то есть массовость и сколько по продолжительности мы будем делать массаж. Ну вот интересно же, да, вопрос. Самый длинный массаж. Я чувствую, что в книге рекордов Гиннеса должен быть самый длинный в мире в истории массаж. Есть один человечек выступал, это женщина, она пыталась сделать это все, по-моему, там сутки массажировать человека, массаж делать. У нее получилось, но ее уже кто-то перебил по этому поводу. То есть да, есть люди, которые уже стремятся к тому, чтобы кого-то победить и так далее по массажу. Но это хорошо, это слава массажу, это замечательно. Поэтому я говорю сейчас о массовости, а есть, конечно, отдельные эпизоды, которые люди делают. А мы сейчас говорим о массовости, о том, что одновременного массажа делают определенных 300-500 человек. И вот они во времени, если мы делаем дольше, то есть мы, получается, может быть первыми. Что вообще с культурой массажа в Украине? Это тренд сейчас или нет? Популярен ли в целом массаж как явление? Да, ну здесь по поводу массажа очень скрупулезно, конечно, можно говорить. Потому что, к сожалению, наш менталитет, вернее, наши родители передали нам этот же менталитет и так далее. Пока, как говорится, не прижмет тебя, ты никуда не идешь. А если уже прижимает, то там уже не нужно идти к массажисту, там уже нужно идти непосредственно к врачу и так далее. То есть люди, к сожалению, перестали за собой где-то немножечко следить, потому что сейчас нужно больше уделять внимание, там, каким-то заработкам и так далее. То есть вот, к сожалению, вот так. Но тем самым мы сейчас хотим сказать, что, ребята, люди, есть массаж, обязательно следите за собой, потому что здоровье, если не будете здоровыми, как же вы будете работать? Поэтому массаж, это как пассивная гимнастика, его нужно делать хотя бы, делайте там раз в неделю, там, раз в месяц, общий массаж, профилактический массаж, это все нужно делать обязательно. Я слышал мнение, что, ну там, условно, истоки массажа, вообще заложенные, как бы, самой природой, там, бегал ребенок, стукнулся и сразу трет, вот, да, там, место, которое болит. Это так или нет? Где корни массажа-то? Конечно, корни массажа, ну, скорее всего, что так и есть, потому что в любом случае все тактильно, мы все воспринимаем, каждую клетку на своем теле. Даже если мы ушиб какой-то сделали, мы сразу прикладываем свою руку, тем самым мы даже и являемся своим самим образом заживления, наверное, этого всего. Что касается массажа, конечно, он уже, истоки очень отовсюду идут разные, поэтому массаж, это как, я же еще раз повторюсь, это как пассивная гимнастика, его нужно делать однозначно, потому что гимнастику это однозначно нужно делать. По утрам хотя бы, там, пару раз присесть, там, да, пару раз отжаться, вот, но, вот, как бы, истоки очень отовсюду идут, и везде, что касается и рефлексологии, там, стопок, и руки, и головы, и так далее. То есть, все это нужно, нужно, как бы, принимать, и это все нужно делать обязательно. Есть еще, вот, интересно мне, насколько люди, ну, как бы, осознанно относятся вообще к массажу в принципе, да, ну, то есть, я так понимаю, что люди, у которых, там, есть культура заботы о себе, то есть, и возможность, да, посещать массажные салоны, массажистов и так далее, то есть, они, как бы, это делают. Есть ли какие-то техники массажа, там, ну, в интернете пестрят, там, ага, вот тут, покрути здесь, там, нажми тут, пройдет голова и так далее. Насколько это все реально живо? Вы знаете, ну, конечно, существует и самомассаж, существует и как пассивный, так и активный, то есть, вы можете тоже делать сами себе массаж. Самомассаж, он всегда был, все, что пишут, да, действительно, оно все работает. То, что я вам говорил, что, если ты прикасаешься, если, там, что-то заболело, ты себе натер, там, или какую-то мазь втер, или что-то, или кремчик какой-то, то есть, это все действенно. Конечно, любой вид массажа, даже самомассажа, он действован. То есть, это вы можете делать с чистотой какой-то своей, там, когда вы захотите, если голова заболела, вы трете уже у виска и так далее. То есть, все, что пишут, да, действительно, это так, просто каждому по надобности. Кто может себе позволить пойти в салон, покрутить себе у виска, кто-то может себе сделать дома самомассаж. Я читал на сайте, что будет марафон техник. Вот если я не ошибаюсь сейчас, я увидел просто там на сайте, что марафон техник, узнай новые техники. Как это будет происходить? Ну, во-первых, марафон техник, там же собирается каждый человек, там же не будет делаться все тайский массаж, предположим. Все должны делать именно вот здесь, приложить руки так и все одновременно. Каждый будет делать, выполнять массаж, тот, который он умеет именно делать, допустим, воротниковую зону, кто-то будет делать, кто-то будет делать стопу, кто-то будет руку делать. То есть, если вы увидите все техники, которые можно будет сделать, вы все увидите именно в этом, на рекорде. Было бы здорово сделать условный мастер-класс от кого-то, вот спикер кладет модель, говорит, вот смотрите, давим здесь, жмем сюда, трем вот так, отсюда сюда, почему и так далее. Мне бы хотелось как зрителю прийти на мероприятие и понять чего-нибудь для себя, вынуть из этого пользу. Полезности, конечно. Если у нас будет там 300 или 600 человек, вы можете посмотреть, походить, посмотреть, что вам больше понравится. Вот человек делает массаж спины, вам понравилось там, другой человек делает массаж головы, вам понравилось. И вот вы можете просто анализировать, именно придя и анализировать. Хотя я сам показывал, что не стесняйтесь приходить даже с ковриками делать массаж, и как я показывал, как можно делать и так далее. То есть это все очень просто, если вам понравится какой-либо массаж, вы подойдете, опять же, это форма общения. То есть вы приходите, вы говорите, вот мне понравилась ваша техника, а можно ли научиться, или там, а можно ли у вас пройти курс массажа какой-то. Вы можете выбрать себе даже там специалиста. Вот, кстати, курс массажа, это долго или нет? Освоить, ну, хотя бы там базовые какие-то навыки, первый вопрос, а второй вопрос, до сертификата сертифицированного массажиста. Сколько времени должно пройти для того, чтобы, ну, есть там теория 10 тысяч часов, вот 10 тысяч часов, если ты там любым делом занимаешься, значит, ты 100% эксперт в этой сфере. Что с массажем? Насколько быстро? Сложно ли это вообще? Вы знаете, самое главное – это желание. Потому что без желания, вы знаете, то есть ходить на работу ради работы не стоит. То есть если ты хочешь обучиться именно для себя, для домашнего пользования, это одно. Если ты хочешь обучиться, работать уже в коммерческих структурах или госструктурах, то это совсем другое. То есть там нужно, естественно, нужно учиться больше. У специалистов, которых это нужно учиться, у профессионалов и так далее. То есть здесь уже совсем другой уровень будет идти. Если ты хочешь работать, непосредственно уже лечить людей, делать массаж людям и так далее. То есть это нужно, конечно, уже все приходит с практикой. То есть без практики ничего не приходит. Очень многие массажисты, к сожалению, ломаются на какой-то своей истории. Потому что массаж, опять же говорю, что тяжелый вид труда и энергозатратный и так далее. То есть здесь нужно, конечно, выбрать. Или ты идешь работать, или ты для себя учишься. То есть человек должен сделать выбор для себя. Ну а для себя научиться там основам и базам, это сколько? Это там неделю походить? Ну я думаю, что это не так много. Если делать, допустим, общепрофилактический массаж научиться, для дома, для семьи, как говорится. То есть это все можно пройти и там за пять дней. То есть вы можете научиться и делать и детский массаж, и можете взрослый общепрофилактический делать. То есть это уже все будет зависеть от того, от вашего желания. Как вы захотите научиться. Потому что некоторые приходят просто провести время. Некоторые приходят просто за дипломом. А некоторые приходят действительно, они с профессионального учителя, они вытаскивают, как говорится, всю информацию. Ну как-то так. Хорошее дело вы делаете. Интересное и полезное. Друзья, если вам интересно, тема массажа 27 августа на арке Дружбы народов состоится забавное мероприятие. Прецедент будет регистрироваться рекорд Украины, на который, я считаю, есть смысл посмотреть. Будьте здоровы, пользуйтесь массажем и улучшайте свое здоровье каждый день. Иван Кисель сегодня приходил к нам в гости. Спасибо большое. Человек, который организовывает этот ивент. Но если хотите быть причастны к рекорду Украины, непременно 27 августа появляйтесь в 14 часов на арку Дружбы народов. Будьте здоровы. Это Абостиви. Меня зовут Сергей Сапко. Счастливо. Увидимся. Абостив.